Ну, во-первых, предлагаю без идеализации. Я был маленький, но я что-то в голове, там у меня уже было такое зарождающееся. Без двоек учителю самому тяжело будет. Это решить себя кнута и сделать так, что нужно договариваться с ребятами. Какую альтернативу ты предлагаешь? Ну, вообще предлагают вот люди, которые критикуют эту систему. Альтернатива какая? Если ты научишься преодолевать все эти трудности, то ты вырастешь сам над собой. Вы уже раньше учили по этим учебникам, а сейчас вы не учите. Вы же один тот же человек. Женя, ну он сам ответил, а он ко мне пристает. Учиться нужно потому, что знание делает человека свободным. В Ростове-на-Дону сегодня чествовали победители городского этапа конкурса «Учитель года-2020». Лучших выбирали в шести номинациях. Всего в профессиональном состязании приняли участие 253 учителя из Донской столицы. В финал вышли более 40, ну а в число победителей вошли только 18 человек. Лучшим в номинации «Учитель года» стал преподаватель истории и общества знания Александр Рябчук, педагог 11-го лицея. Он примет участие в региональном этапе конкурса и готов побороться за выход во всероссийский этап. Всем привет! Сегодня у меня в гостях мой друг Александр Рябчук. Александр – учитель года Ростов-на-Дону-2020 и педагог с 10-летним стажем. Учитель общества знаний и истории. Александр, ты принес с собой птицу. Расскажи, что это такое? Это символ конкурса «Учитель года», пеликан, который отдает сердце своим птенцам. Символ самоотверженности профессии учителя. Вот поэтому такой символ конкурса. Это маленькая статуэтка, которую я получил, когда был лауреатом конкурса «Учитель года» в номинации «Педагогический дебют» в городе Волгодонске в 2014 году. А этого пеликана я получил, когда стал победителем в конкурсе «Учитель года» в основной номинации уже в Ростове в 2020 году. Тут какие-то параллели усматриваются с прометеем? Ну, возможно, да, усматриваются. Саша, ну вот тебе, как учителю с 10-летним стажем, я задам вопрос от лица одного из этих маленьких детюнышей пеликана. Зачем нужно учиться в школе? Ну, обычно учителя, как на этот вопрос отвечают родители, чтобы не быть дворником. При этом, ну, сама профессия-то, ну, есть и такая профессия. В Советском Союзе говорили, все профессии нужны, важны. Вот сейчас это, может быть, называется менеджер клинингового обслуживания или как-то так. Но если серьезно, ну, мне кажется, даже если плохо будет человек учиться, и есть такие примеры, он все равно может стать успешным человеком. И многие успешные люди, которые нас сейчас смотрят, они, допустим, не смогут перечислить там и три причины хотя бы революции в России 1905 года, или состав редакционных комиссий по отмене крепостного права. Ну, при этом успешные нормальные люди, которые помогают другим людям, им все нормально. Поэтому, зачем я не ответил, потому что, да, в итоге, ну, школа это еще место, где просто дети вынуждены отбывать свое время. А уж насколько это осмысленно и приносит им пользу, это уже реально большой вопрос. Потому что для многих, ну, вспомнить свои школьные годы, если вспомнят, не каждый же урок был впрок. Не каждый, да. Хоть учиться нужно, если это полезно и если это интересно. Вот задача учителя сделать это и полезным, и интересным. В этом и его задача. Задача ученика, в свою очередь, также для себя найти что-то интересное и полезное. И тоже взять на себя ответственность. То есть, зачем ты это делаешь? Ну, вообще, сам вопрос, зачем, если он рождается в голове ребенка, он хороший, он правильный. Безусловно. Как и взрослый человек. Это вообще самый важный вопрос, мне кажется, в жизни. Зачем то или те или иные вещи мы делаем. Я поощряю этот вопрос. Мне кажется, он, ну, выводит на более такой продуктивный уровень. То есть, есть вопросы для учителей, которые задают преподавателей и предполагают обращение просто к памяти. Что там было, в каком году, где произошло и так далее. Есть вопросы, которые предполагают творческое осмысление. Вот зачем предполагает это осмысление? Еще, отвечая на этот же вопрос, зачем учиться? Учиться нужно потому, что знание делает человека свободным. Когда у нас больше знания, больше, высший уровень образования, то перед человеком открывается больше возможностей. То есть, для многих профессий реально можно обучиться за год, там, на курсах, в процессе работы, да. Ну, навряд ли физиком-теоретиком можно стать, обучившись на каких-то краткосрочных курсах. Или хорошим врачом-хирургом. То есть, есть ряд профессий, которые ты даже будешь не подозревать об их существовании и не сможешь их рассматривать. Потому что у тебя нет соответствующего уровня образования. Получив определенный багаж образования, то ты сможешь, увидишь перед собой больший выбор. Ну и еще, зачем учиться, чтобы тьму невежества знания рассеял, вот свет знания рассеял этот мрак. Евгений, знаю, тебе близка просветительская деятельность. И, по идее, многие образованные люди, если они действительно получили образование, то у них развито критическое мышление. И во многие псевдонаучные вещи они бы просто не рассматривали, либо знали, по крайней мере, как отличить истину от лжи. Вот и для этого также нужно учиться. Слушай, ну развернутый, неправильный ответ, я считаю. Ну вот, ты говорил, что очень важно, чтобы человеку было интересно учиться в школе. Вот, что интересно детям? И как сделать так, чтобы предмет был им еще интереснее? Что интересно детям? У них разные интересы, когда это из серии того же вопроса, а какие сейчас дети? Это все равно, что спросить, а какие сейчас люди? Я видел ребят, которые читают художественную и научно-популярную литературу. В том числе иногда и на уроках, вот, и такое бывает. Я видел, ну и конечно, я вижу школьников, которые в смартфоне, трудовый дисплей, как говорит один нам знакомый с тобой человек, да? Вот, труд постоянно этот дисплей. И таких я видел. То есть люди разные интересы, разные. Ну, что им интересно? Надо сказать, что детям, в отличие, и вообще молодым людям, в отличие от взрослых, интересны такие вещи, которые для взрослых уже не интересны. Ну, то есть со взрослым человеком обсуждать смысл жизни, есть ли свобода воли, как самоопределиться. Для многих это уже не актуально, ну что там вообще. Дом, семья, работа, деньги заработать, за границу съездить, машина подороже и все. Но, к счастью, не все ребята ограничиваются этим ответом. И у них есть интерес, а они хотят чего-то большего. И это классно, что есть такие ребята. И когда с ними это обсуждаешь, им это интересно. Действительно, они живые. Но с возрастом, увы. Да, и сами взрослые, которые ставят вопрос, да, зачем учиться, они формулируют так, чтобы... Они предполагают, что надо выбрать какой-то полегче путь для своего ребенка, чтобы он устроился и зарабатывал деньги. А потом мы говорим, а зачем образование и так далее, когда... Вот об оценках сейчас поговорить или потом, Женя? Ну, чтобы дальше. Ладно, хорошо, дальше. Но конкретный вопрос состоял из двух частей. Как сделать урок интересным? Ну, несмотря на свой статус, ну, или обладая таким, каким-никаким, но статусом и преподавательским стажем, конечно, у меня есть свои приемы и методы, как я делаю свои уроки интереснее. И фишечки есть и прочее. Но если это предмет этого ролика, чтобы я рассказывал, я могу подробнее рассказать о методике. Но коллеги, которые меня смотрят, они сами, уверен, также обладают этими компетенциями и знают, что есть много различных форм нестандартного проведения уроков, которые делают его интереснее. Другое дело, что, в том числе по себе скажу, что не всегда хватает сил делать этот урок интереснее. Потому что по советским нормативам еще ставка педагога установлена 18 уроков в неделю, но у нас все работают там в среднем больше 25, а многие 30 уроков в неделю. И, соответственно, сил меньше остается, чтобы настолько качественно подготовиться. А если добавить к этому еще репетиторство, то я поражаюсь коллег своих, которые, несмотря на все это, что мы все равно стремимся сделать уроки интереснее. Ты сейчас упомянул, что научпоп ребенок может читать прямо на уроках. Вот я вспоминаю, как на уроках химии. Но она у нас, при всем уже не химии, преподавалась в 90-х скучно. Я читал просто научно-фантастическую литературу на задних партах. Женя теперь сказал, что в 90-х скучно. То есть в 2000-х уже нормально. Я не знаю, как в 2000-х. Может быть сейчас на уроках, я не знаю. Может на уроках там эксперименты проводятся, взрываются пороха разные. Женя, ну везде все по-разному. Так в чем вопрос? В том, что это химия, 90-е виноваты, учитель. Вопрос в том, как сделать сухие, по нашему опыту, предметы, более интересными. Даже в плане тактильном, в плане визуальном. Женя, ну он сам ответил, а он ко мне пристает. Но вот если бы опыты были реально, там азот жидкий на урок принести, но интереснее было бы, я думаю, да. Я вспоминаю свой опыт по химии. Первый у нас лабораторная работа. Мы исследовали, вот у меня в кружке, то, что мы исследовали. Здесь вода. Мы выяснили эмпирическим путем, что у нее нет запаха, нет цвета, вкуса. Очень интересно. Так что, думаю, ну что, что с химией, как ее преподавать интереснее. Ну, любой учитель химии знает. И, ну, может вопросы есть какие-то по оснащению, там, лабораторий и так далее. Организации учебного процесса. Сейчас сложнее, допустим, в связи с ковидными ограничениями. Сейчас классы занимаются, каждый в своем кабинете. Но, по-моему, на химию и физику можно, возможно, им переходить. Вот, ну, свои трудности. А так, сам ответил Евгений. Дальше. Следующий вопрос. В отсутствие такой визуальной картинки приходилось заниматься пиротехникой, взрывать всякие петарды, самоделки. Вот, потому что не было этого. Но мы это не рекомендуем делать сейчас несовершеннолетними. Ни в коем случае. Вопрос. Смотри, вот, молодой человек, допустим, там, ему там 15 лет, там, он ученик, какого, 9-го, 10-го класса, допустим, 9-го, там. Он задается вопросом, зачем мне учиться в школе? Вот он считает, что ему, например, незачем. Например. Вот, можно вспомнить такой пример Ричарда Брэнкса, да, известного крутого предпринимателя, человека, который продвигает космонавтику, вот, в современном мире. Его история была вкратце, да, что лет в 15, по-моему, он так говорил в одном из интервью своих, он с отцом гулял по роще, по какому-то лесу, и сказал, отец, ну, вот, мне 15 лет, я хочу заниматься, там, вот, предпринимательской деятельностью, чем-то еще, там, вот. Отец молчал, долго ходил, ходил, и потом сказал, что, там, Ричард, ну, как бы, вот, ты, ты красавчик, потому что, там, я в 25 лет не знал, чем я хочу заниматься, а ты знаешь, в 15, вот. Дерзай, пробуй, если у тебя не получится, мы с матерью поможем тебе восстановиться в школе. Вот, его отец был прав или нет? Учитывая, что на одного такого удачного человека, который бросил школу, может прийтись сотни тысячи, ну, менее удачных случаев. Просто отец года, что мне еще сказать? Особенно в этом случае же получилось. А мы, что ли, не найдем примеров, когда родители, наоборот, пилят. Иди в школу, это тебе нужно, а в итоге все равно ничего не получается. Самое главное, распознать интересы ребенка, помочь ему самоопределиться, и классно. А задача учителей всех сделать так, чтобы ему было интереснее и полезнее, чтобы он понимал, почему ему это интересно и полезно. Мне рассказывать про то, что выбрал ребенок какую-то профессию, ему это не нужно. Женя, не нужно мне это говорить. Почему? Я вел историю обществознания старше в 10-м и 11-м медклассе. То есть люди, для которых главное химия и биология. Вот. И это было для меня как раз такое классное испытание и задача. Вот как, что сделать с предметом, с содержанием, чтобы будущим медикам было интересно и полезно. Мой предмет. Каждый учитель может найти, что будет интересно, полезно, не знаю. Допустим, как медицина может быть связана или биология с политикой. Когда в 11-м классе 20-й век изучается, на примере Вавилова. Дело врачей. Да. Обсудить их. Может связана быть политика с медициной? Может. С политикой все связано. Да, с политикой, с историей, со своим предметом я могу связать и обсудить это. Причем не просто я расскажу, а я предлагал посмотреть документы, карточки задержанных. Ну, документы, сейчас их легко можно найти в интернете. Ссылка на источники, что очень важно. Конечно. Ссылка на источники. Есть порталы, которые этим занимаются, репрессированными. Например, Бессмертный барак. Там картотеки данных есть перечисленные. Ну, тоже нам критикуют, как бы, про то, может быть, там не все высушено. Конечно, потому что 20-й век все критикуют неоднозначно. И когда мы изучали, допустим, начало Второй мировой войны, а сейчас этот вопрос, он стал политическим, и нельзя сравнивать Сталина и Гитлера, нельзя умалять роль Советского Союза, и я предложил сравнить пакт Молотова-Риббентропа и Мюнхенский сговор, как называемый. То есть, это, с одной стороны, как бы, камень в огород Советского Союза, с другой стороны, камень в огород Британии и Франции. И предложил почитать разные описания этих договоров, статьи Википедии не только в нашей, но, ребята, многие английским худо-бедно владеют, и переводчик в англоязычной версии Википедии. А еще был парень, который немецкий знал. И сравнили, где какие высказывания, цитаты приведены, где нет, где подробнее показалось ребятам, что у немцев обо всем рассказано об этих событиях. Вот, то есть, ну вот, два договора, которые в пику друг другу ставят с разных сторон, мы посмотрели, и каждый мог сам посмотреть. Им стало интересно, они стали знакомиться с разными мнениями, полемику увидели. Ну, полемика важна, спор, как бы, да? И с разных точек зрения проблематику у вас смотреть. Да, именно так. С самых разных точек зрения. Вот, но здесь, возвращаясь к тому вопросу, который я задал, тут можно еще сказать, что все индивидуально, да? То есть, как бы, ведь семья каждого человека, она, ну, не похожа на другую, наверное, ну, так, в среднем. То есть, в одной семье, там, это может быть, там, не знаю, хулиган с плохими родителями, которые ему ничего не учат, а в другой, к 15 годам, он, там, не знаю, ходит в кружки, секции, он, там, прошарен по каким-то направлениям. Отец, когда слышит такое от своего ребенка, он понимает, что это ему говорит человек, который, там, уже, там, какой-нибудь, там, не знаю, ХМС по шахмату, там, ходит в кружок по физике и так далее. И у него есть доверие к нему. А к какому-нибудь хулигану, может быть, и не будет. Может быть. Ну, Майк Тайсон занимался боксом, ему это нравилось. Его тренер уговаривал заниматься боксом, видел, что получаться, ну, и что. Как бы, плохо ли это, что он выбрал себя и в этом свой, как бы, хулиганский темперамент смог реализовать, но в другой сфере. Ну, можно сказать, лучше в науке, но у всех разные задатки. Да, и... Ну, многие о своих задатках не знают. Наша задача помочь раскрыть эти задатки, чтобы в каждом ребенке педагог должен стараться увидеть что-то хорошее. Ну, здесь, я должен сказать, что, конечно, мы никого не призываем бросать школу, в школе научиться, и учиться полноценно, особенно с хорошими преподавателями. Вот, а, например, Майка Тайсона, все было хорошо до тех пор, пока был жив у учитель, тренер. А когда он умер, пошли, там, наркотики, там... Роль велика была, да. Александр, ну вот интересно, как ты пришел в профессию учителя? С чего все началось, что тебя подтолкнуло к тому, чтобы обучать детей в школе? Вообще никогда не думал, что буду учителем, и в 11 классе, когда две моих одноклассницы, независимо друг от друга, сказали, что видят меня учителем, я подумал, с чего это вдруг, вот, и не рассматривал этот путь всерьез. Я получал высшее образование, пошел на ИСТФАК, потому что история интересная, а главное, высшее образование, в начале 2000-х, мне так говорили. И, обучаясь на историческом факультете, я уже подрабатывал, а поступив в магистратуру, подумал, что можно совместить подработку в школе с обучением в магистратуре. Ну и пошел подрабатывать в школу, ну и в первый год мне уже так хотелось уволиться, что я почти готов был на это, ну, убедили родители, что не стоит, годик надо, ну что ты потерпи, и потом вот втянулся, и все, и стало постепенно получаться. У меня просто не было педагогической практики, и, ну, не был я прям так вот готов, как сформировавшийся учитель, педагог, нет. Я был, не был к этому готов, но, может, наверное, самое главное, что я видел в этом все-таки, как невысокопарно это будет звучать, какую-то миссию, что нужно ребятам нести знания, что мне интересно с ними, что это будущее, и в итоге у меня стало получаться. Ну, я так думаю. Молодой учитель, какие у него есть возможности, какие беды его ожидают на этом тернистом пути? Для молодого учителя какие беды и возможности? Так, беды, ну, в зависимости, как он к этому всему будет относиться, ну, молодой учитель, если он идет в школу, он понимает, что он много зарабатывать не будет. В дальнейшем можно худо-бедно зарабатывать, но с большой нагрузкой. С большой нагрузкой. Если говорить о бедах, ну, сложности общения и с ребятами, и с взрослыми, с родителями, с коллегами. В общем, что его ждет? Ему нужно будет самому учиться. Учиться преодолевать эти трудности. А это классно. Если ты научишься преодолевать все эти трудности, то ты вырастешь сам над собой. И это плюс, это классно. Возможности какие? В организации учебного процесса, кстати, возможности довольно-таки большие, потому что учитель закрывает дверь на урок, и как пойдет этот урок? Зависит во многом от него, ну, и от детей. И тут большой простор свободы все-таки есть в нашей профессии. Смотри, ну вот, допустим, у братьев Стругацких, в их произведениях о будущем человечества, у учителей и врачей очень высокий статус. Наверное, самый высокий в том обществе будущего, просвещенного, коммунистического. Вот, в советское время статус учителя был очень высок. Как я знаю, в сравнении с настоящим временем. Он сейчас изменился же. Как ученики относятся к учителю? Как родители учеников относятся к учителю? Как вообще общество к учителю относится? Ну, во-первых, предлагаю без идеализации. Анекдоты про Марью Ивановну и Вовочку возникли в какое время? Ну и что? Ну как, ну и что? Это народная память, да, по поводу, как Яралаш также возник в какое время. То есть сказать, что прямо на таком уровне, что, ну, возможно, в сельское время, или когда была ликвидация безграмотности, да, да, согласен. Но к 80-м годам есть разные отзывы, и о школах своих по-разному помнят. И то, что зафиксировано в народной памяти, фольклоре, можно уже сказать, да, анекдоты, Яралаш. То, что прямо на таком уровне, как у Стругацких, я бы не стал говорить. И что прямо зарплата, ну, настолько выделяла. Она же в среднем у всех была, да. И можно ли говорить, что прямо настолько? Это, мне кажется, под вопросом. А дальше тенденция, которая, ну, говорят, сейчас все говорят о снижении статуса учителя. Это уже стало общим местом. В чем причины? Первое, что хочу сказать, если в чем и упрекать государство здесь, то прежде всего в том, что уровень зарплат должен быть выше реально. Это зависит от государства. Хоть что мне, кто скажет, это реально зависит от государства. Почему правоохранительные органы, которые занимаются охраной внутреннего порядка, получают прям сразу эту среднюю зарплату по экономике, как окладом, а у учителей махинации там загуглите, кому надо, что такое средняя зарплата, что такое медианная и как там обстоит на самом деле с этим. Скажу, что в Ростове-на-Дону ставка меньше 10 тысяч. Вот голая ставка. Остальное это надбавки. И в условиях общества, да не только рыночного, да, если бы такой уровень был зарплаты и в командной экономике, да, и в Советском Союзе, вообще уровень материального обеспечения, он тоже влияет на позицию человека в социальной структуре общества. В современном мире кто скажет, что доход человека не влияет? Влияет. И это ответственность государства. Далее. Ответственность государства в том, что учителя используются как административный ресурс для решения воспитательно-патриотических задач, которые уже в последнее время и последние новости по поводу того, что сейчас вот на момент, когда мы записываем это интервью, 2 февраля 21 года, говорят о должности советника по воспитанию, кто будет рассказывать ребятам, почему не надо ходить на митинги, политическую повестку определять и так далее. Не думаю, что когда учителя втягивают в политику со стороны власти, это повышает его статус. Или что именно из учителей формируются все избирательные комиссии. Хотя сами учителя не хотят в них принимать многие участия. Это точно не повышает статус учителя. И то, что мы в Белоруссии видели, когда ученики грамоты своим учителям возвращали, это не повышает статус учителя. Ну а в остальном говорит, что государство должно снимать фильмы, социальную рекламу, как-то вот взять и повысить. Я, на мой взгляд, сказал сейчас о фундаментальных причинах, что делает государство. Дальше, если вообще о тенденциях времени, против которых тоже как пойдешь. То сейчас учитель это не единственный источник информации. И при желании, зная тему урока, ребенок, если посидит полдня в интернете, он больше, чем учитель, может узнать там информацию. То есть, меняется сама роль учителя в образовании, не все педагоги за этим поспевают. То есть, когда гаджеты, социальные сети даже, они так быстро меняются, что взрослые за ними не поспевают. И почему они будут в авторитете у ребят? То есть, раньше, пожилой человек в традиционном обществе, это носитель знаний, который помогает выжить. Те знания, которые сейчас может, несет с собой там пожилой человек, который, ну, увы, ретроградный такой. Вот все ли эти знания, они помогут реально выжить в современном мире? Вот не уверен. И ребята, поэтому они, роль учителя и теряется. Ну и далее, что можно сказать о родителях. Родители, что они ждут от учителя? Когда у нас идет культ успешности, то родители, для родителей их чадо, это показатель их успешности. Поэтому для родителя главное, чтобы, для многих, скажу так, родителей, главное, чтобы пятерочек побольше было. Чтобы потом встретиться, искать, а знаешь, мой-то отличник. Все. Вот. И отношение к учителю. Это тот, который, учитель, тот, который ставит пятерки и ценит мое уникальное чадо или не ценит, расставит плохие отметки. Вот такое отношение родителей. Ну, почему так происходит? Может, они сами понимают, что не все знания, что-то пригодится им в жизни. Вообще, ценность образования, да, она размывается. То есть, ну, это глобальные такие процессы, которые идут. Ну, из того, что я наговорил, уже можно увидеть моменты, где конкретно, что может делать государство. Могу сказать, что может сделать учитель, чтобы поднять свой престиж. Ну, вот ты говорил, что ребенок в гаджете сидит и он может там за полчаса нагуглить то, чего не знает учитель. Но ведь учитель, он не просто является там энциклопедией ходячей, он еще и умеет работать с информацией, знает разные методы, ну, в идеале. Методы работы, там, методологию, там, источниковедение, все прочее. Это в идеале должно быть. То есть, вот именно в этом моменте, как бы, он все равно является таким примером и ориентиром, что да, ты можешь нагуглить информацию, которую не знает учитель, но учитель будет знать, где правильно брать эту информацию, как с ней работать и так далее. В идеальных условиях, Женя, все так. Но все ли учителя и каков средний возраст у нас преподаватели умеют правильно гуглить? Когда я вел дистанционно, когда я вел дистанционно уроки, мы с ребятами на сайтах библиотек, там, московских, питерских, находили источники, сатиру политическую, анекдоты времен начала 20 века. Я им показывал, как гуглить, как пользоваться, там, системой и лайбрери по поиску научных статей, цитирования и так далее. Но хотелось бы, чтобы все преподаватели умели гуглить. А если, увы, многие не умеют, то тогда что, ученик, почему он должен слушать этого преподавателя? Ну вот, давай сейчас перейдем к теме оценок. Вот ты их постоянно критикуешь методично из раза в раз. Расскажи, почему? Ну, во-первых, не я это придумал. Всех желающих отсылаю к Дмитрию Зицеру. Он подробно это, прямо обстоятельно критикует и в своей школе не использует. И, по-моему, то ли в Череповце, то ли в Челябинске слушатели, надеюсь, зрители погуглят, в одной из российских областей экспериментально начали отменять оценки. Почему критикую? Потому что оценка заменяет цель. Когда задаешь ученику вопрос, там, кто сделает доклад, то и часто в ответ слышу, а оценку поставите? И когда ставится четвертная оценка, аргумент какой? У меня стоит три пятерки. Допустим, и в четверти пять. Но что в реальности это значит? Что из, допустим, там, восьми уроков за четверть, три темы, ребенок знает на пять. А может, и не три темы, а отдельные аспекты этих тем. Значит ли это, что он отлично знает предмет? Я вот не уверен. А что ему? Он всерьез знает? Ему это интересно или что? Ну просто. И когда родители это обсуждают, не что ты нового узнал на уроке, что было там интересного. А когда обсуждают, а какие оценки ты получил? Споминается картина «Опять двойка». Опять двойка, да. Не почему двойка, что неинтересно, что непонятно и так далее. То есть за баллами этими смысл уходит. И вообще, одна из причин, почему престиж учителя теряется, в связи с этими как раз-таки оценками, в том, что для учителя бывает пятерка по его предмету, это прям ценность. Каждый человек, мы так устроим, что он желает подтверждать собственную значимость. Для каждого предметника его предмет самое важное. Получить пятерку, это надо, ух, как постараться, а не лоботрясом или просто там, чтобы получилось пять было. И, ну, в рамках этой трехбальной системы, по факту, когда один ученик из урока урок работает, ему легче пятерку получить, а кто-то все время на двойку работает, ему тройку пишут, а два в уме. И когда он решил первый раз там дома его нагоняю, строили или что, почитать учебник, ну, не может он сразу ответить хорошо. А ему три ставят. И он думает, да зачем вообще это учить? Поэтому... Слушай, ну, можно так сказать, что когда система контроля и оценки знаний в виде вот как раз оценок, в виде цифр появилась, это было достаточно таким новаторским, наверное, быть может, единственным правильным решением, когда особенно там, ну, скажем, в нашей стране, там, в начале века до 80% неграмотность, то же самое, нужно было ликвидировать. Тогда это было обосновано. Ты хочешь сказать, что сейчас это менее обосновано в виде оценок, оценивать знания людей. Какую альтернативу ты предлагаешь? Ну, вообще предлагают вот люди, которые критикуют эту систему. Альтернатива какая? Во-первых, почему она была обоснована в начале 20 века? Начало 20 века, 20-е годы, это одно из таких золотых времен для педагогики. У нас в стране и Макаренко, да, и Центральный институт, по-моему, развития исследования труда, бригадно-лабораторные методы, то есть пытались по-новому учить, по-другому. И делалось это, там, разные системы были. Джон Дьюи, который знаком всем, думаю, педагогам, проблемное обучение и другие его. Он был в Советском Союзе. Его, в свою очередь, в Америке критиковали за то, что он советские методы представляет США. Ну, многие новые методы и технологии тогда появились в начале 20 века. Сейчас, что предлагаю? Ну, почему у меня еще эта мысль, но я так овладела, и я понял реально, что так можно учить. Я ввел предмет «Основы мировых религиозных культур», и, к счастью, там не было, ну, можно было его ввести без отметочной системы. Вот просто на интересе. Расскажи, как это? Ну, просто в журнале ставятся энки, и все. Всем зачет по итогам, и все. Разве это, не знаю, показывает знание человека такой подход? Так, знание и оценки не показывает, как мне кажется, вполне объективно. И в итоге, что у меня получалось, что ребята были те, которые реально знают это, и когда мои коллеги в пятом классе вели в них историю, были темы, связанные с христианством, с буддизмом, они говорили, что ребята уже знают это. Хотя без кнута. Но многим учителям сложно работать, ну, и себя вспоминаю в начале, особенно без двоек учителю самому тяжело будет. Это решить себя кнута, и сделать так, что нужно договариваться с ребятами. Какая альтернатива? Все равно уж нужно определить, кого, как вообще дальше обучать, кому бюджетные места дать в УЗИ нет. Ну, подождите, во Франции, допустим, есть госуниверситеты, берут без экзаменов и отсеивают после первой сессии. Есть метод, сейчас говорят о портфолио, о том, что отслеживать образовательные достижения в течение всего периода обучения. Ну, это как, может, блокчейн в образовании. Критериальный подход к оцениванию, просто тесты, баллы, контрольные. Ну, вторая часть, естественно, не просто тесты, угадай-ка. Ну, нет у меня такого простого, готового варианта, который дает эта трехбальная система. Вот тут точно все просто и понятно. Я не могу так вам просто и понятно, что вместо трехбальной системы. Она тем и плоха, что слишком она проста и понятна, а на практике это оборачивается тем, что ничего хорошего не выходит, на мой взгляд. Расскажи еще про разные такие инновационные, интересные методики образовательного процесса. Например, организация учебного процесса в пространстве как-то по-особому. Еще что-то, быть может, такое необычное, новое, что уже видно, что будет эффективно. Ну, финская система предполагает использование методов проекта, изучение феноменами. Вокруг одного феномена все предметы вращаются. Например, ученики изучают Балтийское море с точки зрения, естественно, географии можно изучить Балтийское море, с точки зрения химии, состав воды, с точки зрения политической географии страны, которые там есть в литературе, в каких произведениях и что там встречается, Балтийское море, в истории. И у них будет формироваться целостный взгляд, что все предметы, они все о жизни. И по итогам они могут представлять какой-то проект, изучение, и работают в малых группах. Сама среда предполагает в самых передовых школах, делают так, что не все дети друг другу в затылок смотрят и просто, что говорит учитель. А работа в малых группах. Так что, ну, куча интересных образовательных систем, учителя многие об этом знают, ну, это уже не только пространство, тут надо изменения в подходах, в мышлении самих участников образовательного процесса. А финская система предполагает, что детей кого-то вывозят, они живуют, видят, контактируют с... Ну, это везде так или иначе делают. И правда нет. Слышал, что... Загуглите, проверьте, что то ли в Нидерландах или во Франции Первую мировую изучают, когда везут ребят на поля сражений. И там есть, ну, под Верденом мясорубка, там просто это поле перепаханное просто. Они сами это видят. Или слышал, что они идут по пути какого-либо отряда военного и сразу говорят, кто где был убит, что произошло. Ну, у нас также экскурсии проходят. Ну, важно к этому неформальное отношение заинтересовать ребят, потому что любую самую классную идею можно сделать, забюрократизировать, сделать ее формализованной и неинтересной. Ну, вот сейчас же, я насколько знаю, чтобы детей куда-то отвезти на экскурсию, нужно вот такую кипу бумаг подписать, с кем-то оформить, чтобы кто-то поставил печати и так далее. Это так или нет? Абсолютно верно. По три папки раньше собирали на экскурсии. Ну, пытаются сейчас. Что-то было, чтобы поменьше этих папок было. Но так, да, очень много документов. Сейчас еще ковидные ограничения, еще сложнее с этим стало. Ну, объяснение какой. Дети самые дорогие. Дорогое, что есть у нашего общества. И много, когда бумажек, то для правоохранительных органов понятно, что все соблюдено. Вот бумажки есть, значит, все как надо. Это ж не просто бумажки. Вот. Какой-то бьют по мотивации у педагога, да, какого-то детей есть. Все равно, все равно, учителя ездят с ребятами, посещают разные места, экскурсии. Ну, если б не это, возможно, еще больше было. А так, восхищаюсь коллегами, которые, несмотря на все это, все равно посещают разные места. Я с ребятами со своими был в Санкт-Петербурге, в Калининграде, в Танесе, в музее «Затерянный мир». Ну, такая реплика, воображение рисует такой корабль Калипса, который по Дренорусскому заливу ходит и останавливается около разных интересных таких мест, экскурсии там и тому подобное. А когда урок истории, то они садятся в такую ладью бёсельную и грибут тоже какой-нибудь остров, где, возможно, там, Остенька-Разин что-то зарыл, там, урок истории непосредственно, так сказать, в природных наших казачьих интерьерах, там и шахт, и тростнике. Ну, было бы классно. Да. Ну, вот, давай придем к теме семейного обучения, семейного образования. Она очень такая интересная, животрепещущая и разносторонняя. Вот, ее плюсы и минусы вот этой системы. Ну, хочется сказать, что есть разные формы обучения и мне кажется, что каждый родитель вправе, не ущемляя интересов ребенка, если он думает о его развитии, взвешивает все риски выбрать приемлемую для себя форму обучения. И наш закон это предполагает. Плюсы, минусы, все будет зависеть от родителей, как они смогут усилить плюсы, ликвидировать недостатки. Когда-то форма семейного обучения в Российской империи была ведущей. Для богатых людей. Да, а сейчас просто появилась возможность у большего числа людей организовать это семейное обучение. Ну, какие плюсы, люди, которые это выбирают, они, думаю, и сами знают. Скажу о недостатках и о том, как их ликвидировать, возможно ли это. Ну, главный недостаток социализации, обычно об этом вспоминают. Что тут нужно сказать? Что в идеале классный коллектив должен быть, ну, под присмотром громко, грубо или громко сказано. Ну, взрослые должны наблюдать за ним и какие-то противоречия сглаживать, помогать, направлять. И много сейчас говорится о роли классного руководителя. Ну, так ли все это во всех ли школах это так? Думаю, понятно, что не во всех. И, есть ли другие способы для социализации? Конечно, есть. На кружки ходят дети разные, не только те, которые посещают там, на семейном обучении находятся. И там может проходить социализация. Сейчас кружки есть не только спортивные, как помню, по большей части такие были в мое детство, но и интеллектуальных, множество кружков, мероприятий. Особенно проще тут, конечно, жителям крупных городов, сразу скажем, да. И в чем плюс в плане социализации? Если возникнет какой-то непреодолимый конфликт и что-то, то сменить кружок проще, чем сменить школу. Меньший стресс до ребенка. Еще о минусах говорят по поводу программы, усвоения учебного. Тут, конечно, зависит от уровня образования родителей, наличия у них свободного времени, либо материального достатка, смогут ли они индивидуально ребенку найти репетиторов подходящих. Если они смогут все это сделать, то уровень образования может быть выше, чем у обычных ребят. Поэтому, кто выбирает этот путь, он знает о трудностях и, думаю, готов их решать. И есть общество единомышленников, людей в Ростове, которые выбирают семейное обучение и там просто найти эти сообщества в интернете. Вам там помогут, если вы боитесь это решиться. То есть, ну, такая форма есть, вполне можно пойти этим путем. Я могу так сказать, что вообще стремление людей своим детям обеспечить семейное обучение, оно продиктовано в основном, что они недовольны как раз уровнем образования и атмосферы в школе. То есть, в школе причина того, что они выбирают семейное обучение. Конечно, можно так сказать, ввиду тех проблем, которые мы уже осветили, думаю, с тобой, Жень, недовольны, недовольны, может, содержанием образовательной программы, недовольны, как идет в некоторых учреждениях воспитательный процесс. Да, в образовании масса недостатков и если видят люди, что по сути мало что меняется, то да, они выбирают это и что называется голосуют ногами. И что этот кризис будет разрешаться успешно я не думаю. Что он может разрешиться за счет того, что люди просто найдут другие формы как-то так. Все это будет вяло текуще. С другой стороны, если подойти, ты ранее упоминал, что для ребенка важно уметь учиться преодолевать трудности. Да. К вопросу социализации, то есть в школе вот там допустим в наши 90-х годах там реально были трудности, потому что коллективы порой были такие, что нужно было реально выживать там вместо из-за себя либо наоборот как-то концентрироваться, терпеть, вырабатывать терпение, умение коммуницировать с людьми. Понятно, Жень, понятно, да, что без трудностей кого мы в тепличных условиях вырастим. Но где эта мера был бы у меня сейчас карандаш, я визуализацию сделал, до какой поры я его могу гнуть, а когда он сломается. Вот в школе кто оценит эту степень давления, когда он выдержит и как, не знаю, сталь закалится или когда наоборот расплющит и будет суицид, допустим, не дай бог. Но увы, и такое уж бывает, это ужасно. И говорить, что там, что нас не убивает, делает сильнее, давайте друг другу, не знаю, там плетьми бить и так далее, ну, это же тоже неправильно. Возможно ли некоторые трудности для преодоления характера придумать, придумывать трудности всего мастера. Ну, допустим, занимаясь спортом, да, решая интеллектуальные задачи, ну, если говорить о трудностях общения, да, они и так, ну, возникают. Главное, научить ребенка, как их решать в среде тех же кружков, не знаю, двора, что еще сложнее бывает там. Можно этому учиться. и ряд моментов, то, чему учились подростки, я помню, как после школы часто там драки были один на один, ну, вот, пришлось мне заниматься единоборствами в результате и научиться постоять за себя. Ну, что это так актуально во взрослой жизни? Не думаю, что это там самое важное умение, которое надо вынести из подросткового возраста, как бить друг другу морды, а вот умение договариваться, да, но кто-то может научиться в таких тяжелых условиях, кто-то нет. Поэтому, ну, надо учить все-таки более аккуратно, а не... Хороший ответ. Дистанционное образование. Вот, с момента начала эпидемии, ковида-19, оно стало актуально, и это вынужденная мера, как я понимаю, но ее тоже многие критикуют. Вот, что ты можешь сказать о тоже недостатках и плюсах дистанционного образования, и насколько в будущем это вообще такой метод такого дополнительного факультатива, быть может? Ну, реально, сам ответил, Жень, что это вынужденная мера. Она помогла ребятам не остаться дома наедине с учебником, а все-таки поддержать какую-то связь. и ребята онлайн видели друг друга, взрослых видели, учителя, все-таки многие пытались и объясняли им что-то. Поэтому классно, что у нас была такая возможность. Какие плюсы, минусы в дальнейшем? Ну, естественно, развивать эмпатию посредством дистанционного образования представляется, ну, весьма затруднительным. Это важное качество, да, с которым говорят проблему современных людей. Что, ну, многие появились страхи, что дистанционное образование заменит обычное? Нет. Этого не будет, понимает это и власть, потому что школы это тот социальный институт, куда люди просто сдают детей. И у многих, ну, для многих родителей это так, что поделать. И для многих родителей шок стал, что их ребенок постоянно находится вместе с ними. И они поняли лучшие учителей, которые не с одним ребенком вместе, а с 30-ю. вот. И, конечно, им стало сложно, родители зароптали, что им не понравилось это дистанционное образование по этим причинам. Ну, а так, это одна из форм взаимодействия в современном мире. Веб-конференция, совместное редактирование документов, совместное составление презентаций. если использовать для этого дистанционную работу, иногда, чтобы ребята учились работать дистанционно, делать вместе проекты какие-то, документы и так далее, то это полезный навык в современном мире, когда ты можешь работать с человеком из любой точки нашей планеты. классно, новая возможность, ну, есть в нее минусы. Новая возможность, но не замена. Нет, о замене навряд ли всерьез кто-то говорит. Единственное, как, можно еще сказать, выражу такое, опасение, озвучу многих людей, что в условиях возможной, скажем так, оценочной осуждения деградации системы образования в целом, наиболее обеспеченные слои населения смогут себе позволить лучших педагогов с любого конца страны планеты и, ну, дистанционное образование, ну, позволяет знания передавать. А другим, ну, останутся лишь обычные школы. Либо, наоборот, появятся частные школы для очного обучения и, чего больше всего боятся, что сделают дистанционное для простых людей. Но, слишком много простых людей и они взроптают то, о чем я говорил только что недавно, что для муниципальной школы оставят. Ну, вот такие риски, на мой взгляд. Хорошо. ЕГЭ, оно появилось, постепенно вошло в нашу жизнь и его вначале критиковали, сейчас меньше критикуют, но вот его плюсы и минусы тоже экспертное мнение твое. Плюсы, минусы ЕГЭ очевидны, вытекают из того, зачем он появился, этот экзамен. Он появился для того, чтобы снизить уровень коррупции при поступлении в ВУЗы и дать возможность ребятам из разных регионов поступать в лучшие ВУЗы. Что мы имеем в итоге? Проверьте то, что я сейчас скажу, загуглите, что до ЕГЭ в Москве там порядка 60% москвичей и 40% иногородней, то после ЕГЭ соотношение поменялось, 60% иногородней и 40% москвичей. То есть получилось, мне кажется, что благодаря ЕГЭ ребята реально получили возможность поступать в лучшие ВУЗы. Уровень коррупции. Ну, сама система организации экзамена, когда работы шифруются, когда, ну, вот тоже за что критикуют эту систему, да, камеры наблюдения и так далее, но, в целом, уровень коррупции, я уверен, что стал меньше, он может и есть, но не такой массовый, как мог бы быть, если бы все решалось в приемных комиссиях университетов, как мне кажется. Поэтому уровень коррупции также снизился. По поводу интеллектуального наполнения, говорят, поколение ЕГЭ и так далее, ну, уважаемые зрители, зайдите, забейте в интернете вариант ЕГЭ, там, по истории или по обществознанию, попробуйте решить. Вторая часть сейчас дает, там, больше 40% баллов. И посмотрите, какие вопросы. Уже угадайте, нет, один из четырех. все гораздо сложнее, да, и проверяют, и умение работать со статистической информацией по обществознанию, по истории, карты, изображения, тексты, разные мнения высказать, сочинения написать, то есть, там уровень такой сложности, просто проверьте, насколько ЕГЭ простой и легкий экзамен. Здесь вопрос про контакт ученика с экзаменатором еще, то есть, живое общение, его в случае ЕГЭ нет, насколько я понимаю. А кому-то так проще сдавать экзамен в устной форме? Экзамен должен стремиться к объективности. Что объективнее? Чистый лист, независимая проверка двумя экспертами зашифрованной работы или индивидуальная беседа? Ну, то можно же внешне не понравится человеку. Да, вот и все. Да, кому-то проще, да, кому-то легче, а кому-то сложнее. Но, если мы возьмем объективно, что будет более объективно? Индивидуальная беседа или зашифрованная работа, которую независимо друг от друга проверяют два эксперта? Мне кажется, тут очевиден. услышал. Вопрос про учебники. Тут две стороны. С одной стороны, они могут слишком часто меняться и как-то договорить об какой-то объективной картине мира, которую преподаватель дает своим ученикам. Либо, с другой стороны, они могут вообще не меняться. И, ну, тоже, как мы можем говорить об объективной картине мира, если мы не учитываем какие-то новые данные, например, по антропологии и другим аспектам. Вот, какой подход здесь правильный, как правильно учителю себя вести в ситуации, когда либо ученики меняются, либо, когда он один, как вот средневека, уже 20-25-30, не знаю, почти не менялся. Чиновник от образования сказал бы вам, что учебники переиздают, там каждые пять лет школа должна обновить их и прочее бла-бла-бла. О проблемах, которые касаются учебников. Во-первых, произошла монополизация рынка. Некоторые считают, что это хорошо, что государство контролирует, а вот как в Советском Союзе была одна линия учебников и все. И хорошо. Я видел разные учебники и видел те, что были в начале 2000-х, допустим, школа 2100, по истории учебники. Там есть опорные конспекты, вопросы продуктивного уровня к теме, подход, который развивает, реально, они интереснее, чем те учебники, которые сейчас есть издательство Монополиста. Я считаю, что монополизм, моя принципиальная позиция, плохо, лучше, когда есть конкуренция. И в учебниках также могут быть разные способы преподавания, преподнесения информации, где ее обновляют. Вот, поэтому тут с учебниками реально печально. Насколько они обновляются, зависит от авторов. Сейчас в современном мире можно это быстрее делать, можно на интернете, на сайтах все это вывешивать. В идеале, сам преподаватель должен интересоваться и знать о новшествах в своем предмете. И это в идеале. Так, если учебник часто меняется и в угоду политической конъюнктуре, тоже проблема, особенно для истории. Отдельно об этом можно много говорить. Да, и как ее преподавать, и приведу следующий пример. Возьмем тему Северная война, ее итоги. Ну, главный итог, мы получили выход к Балтике, Россия провозглашена империей. Об этом сказано во всех учебниках. Но если мы углубимся в вопрос, то выяснится, что Россия в результате Северной войны потеряла около 20% населения. Налоги выросли в три раза. Торговля активная на Балтике нашими судами, нашими судами, начнется уже при Екатерине второй. И за земли, которые мы получили, мы Швеции выплатили сумму эквивалентную там что-то около 56 тонн серебра. Надеюсь, кто-то загуглит и в комментариях напишет правду или нет, что там какую сумму выплатили. И эта сумма равна практически половине бюджета Российской империи и годовому бюджету Швеции. Об этом не сказано. Нужно ли об этом говорить? Нужно хотя бы это обозначить для того, чтобы что итоги войны противоречивы, что есть определенная цена у достижения, что да, мы говорим, что выход к морю в дальнейшем экономически оправдан и с геополитической точки зрения, но надо, чтобы люди понимали, с чем это сопряжено и хотя бы чуть-чуть, но поразмыслили над ценой, иначе как критическое мышление развивать. А для Швеции, если посмотрим, они все перестали быть империей. У них началась эра свобод, они ограничили власть короля, увеличилась роль парламента. Для шведов это плохо? Для них скорее это плюс. Скорее плюс. Ну и то, что денег они получили немало, что это для них минус. можно ли это обсудить с ребятами, противоречивая сложность всего этого? Я, когда работал в школе, я это обсуждал с ребятами и считаю, что это нужно делать. Услышал тебя. Здесь такая реплика про сложную позицию учителя, в том случае, если учебники меняются часто, что я вспоминаю себя, когда я пришел в первый класс, мне дали с собой буквари, какие-то, азбука, все такое. И на них еще были Карл, Маркс, Ленин и так далее. Мне учитель проходил и говорит, нет, это учебники, они уже не годятся, вот другие будут. Я был маленький, но я что-то в голове уже было зарождающееся. Я спрашивал, а почему, а вот как, и мне не было понятно, ну уже раньше учили по этим учебникам, а сейчас вы не учите, вы же один тот же человек. Так как же ваше мнение меняется, как флюгер, получается что? Как здесь быть правильно учителю? Учили вчера по одному, сейчас совершенно другая информация, завтра она будет другой, а как бы личность и какие-то убеждения учителя, где они находятся вообще? Как правильно быть учителем? Особенно если на него сверху давят. В идеале, как мне кажется, в образовательной системе здорового человека, а не курильщика, должна быть конкуренция, разные школы с разными подходами, и родители могут выбирать разные школы. у нас постоянно гордятся тем, что у нас единое образовательное пространство. У этого есть свои плюсы и минусы, о которых сейчас ты, Женя, сказал. И минус серьезный, да, то есть в одной школе, ну в какой-то захотят сохранить там такие учебники учить, учили в этой школе так, в другой другие так. В основе-то читать, писать все должны уметь и будут уметь и так. ну в разные взгляды, я на позиции здесь либерализма и свободы, чтоб была дискуссия. И учитель должен понимать, что есть, ну, что я не буду объективен, я ребятам, обсуждая гражданскую войну, говорю, я буду не объективен, обсуждая эту тему. То есть почитайте, посмотрите, критика есть со стороны коммунистов красных, там, что я говорю. почитайте там о зеленых и всегда изучая гражданскую войну, я даю два доклада. Это красный террор и белый террор. Я считаю, надо делать так. И важно учителю здесь сохранить свою гражданскую позицию, умение критически мыслить, признавать, что есть другая точка зрения и что с ней можно полемизировать, договариваться, что она имеет право существовать. Ну, ты уже практически ответил на следующий вопрос мой про учителя как символы и примера для детей. Каким он должен быть? То есть, ориентиром все-таки, с которым можно брать пример, в то же время он может подтолкнуть к чему-то негативному или наоборот к чему-то хорошему? Учитель это слово, особенно на востоке, оно имеет высокий смысл, серьезное содержание. не все мы являемся учителями в том смысле, в котором предполагается, да, что для нас учитель. Но всем бы хотелось, чтобы учитель таким был. Ну, и воспитывает личность учителя, от этого никуда не уйдешь. И, конечно, он должен быть достойным человеком, стремиться к этому. но он может и ошибаться, и тут главное тоже в силу человека умение признать свою ошибку, но и позволить другому ошибиться и исправиться. Твое пожелание учителям нынешним и будущим? Я желаю всем сохранять свое достоинство, уважать личность в себе и в ребенке. Александр, спасибо тебе за беседу. Все контакты Александра будут в описании под видео. Комментируйте, возражайте, соглашайтесь. Ваше мнение тоже интересно по всем выше озвученным нашим темам. Спасибо за внимание. До новых встреч. Сегодня, 3 февраля 2021 года произведен без меня обувь в квартире, где проживает моя жена и дочка. Я не совершаю ничего противозаконного. Прошу до помощи, публичности, защиты. Вы сами видите все мои видео, ничего не удаляю, все публично в соцсетях. Я не думаю, что я, ну вообще, неужели других дел нету органов власти? Что они начали вот эту деятельность разыскивать меня, врываться в квартиру, где у меня бывшая жена, ребенок, дочери 5 лет. Я не понимаю, как они это делают, как совесть им это позволяет. Ведь я, ну, я за дискуссию, полемику, что такого в том, что я говорю, что надо вопросы политики обсуждать, проводить честные и свободные выборы. так что рассчитываю на публичность, на вашу поддержку, помощь, видео сохраню. Всем спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok